Кстати, вот я сейчас вспоминаю свое далекое детство, когда я был молод, когда все было беззаботно. Это сказал Александр, которому 30. Вот, и я любил, когда меня родители брали с собой куда-нибудь в город, мы выходили и случайно попадали на ярмарки. Естественно, на этих ярмарках родители мне покупали очень много сладости, очень много всего вкусного. И вот до сих пор у меня в памяти остались такие приятные воспоминания. Ну, я знаю, с кем ты сегодня еще можешь поговорить по ярмарках. Пройдем со мной обязательно. У нас просто в гостях сегодня особенный гость, который, может быть, как-то склыхнет вот те воспоминания Саши как раз-таки о ярмарках, о детских. На самом деле, вот у нас один есть коллега, который всегда, когда добирается на работу, заезжает на ярмарку, конечно, когда не работает, когда есть такая возможность, и привозит нам вкуснейшие орехи. Вот где он их находит, секрет он до сих пор не раскрыл. Я думаю, сейчас узнаем об этом. Доброе утро. У нас в гостях сегодня для версии Тасанов. Это начальник управления имиджевой политики информационных систем Министерства сельского хозяйства Республики Крым. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот мы видим, что периодически в Симферополе, в частности, я буду говорить об этом городе, проходит огромное количество ярмарок. И чем они славятся? Тем, что в первую очередь там именно представлена продукция сельхозпроизводителей, без поставщиков. А вот как проверяется, регламентируется, чтобы какой-нибудь перекупщик не взял и не поставил свою лавочку? Смотрите, любое ярмарочное мероприятие организовывается соответствующим органом. Если эта организация, это мероприятие берет на себя Министерство сельского хозяйства, то и я, и мои коллеги, мы находимся на площадке. И поверьте, те предприятия, которые там участвуют, действительно являются сельхозтоваропроизводителями. Эти списки предприятий нам предоставляют соответствующие администрации районов. Несут ответственность за это предприятие, подтверждая тем самым, что это предприятие действительно находится у них на районе, производит качественную продукцию. И те предприятия, которые уже реализуют свою продукцию на ярмарочных площадках, поверьте, себя уже хорошо зарекомендовали на менее масштабных мероприятиях в других городах. Допустим, мы знаем, какая продукция, какой ее ассортимент, и уже точно представляем, что будет реализовывать предприятие на той или иной мероприятии в городе Симферополе. А вот насколько популярны ярмарки у наших крымчат? Очень популярны. Я вам больше скажу, после каждого мероприятия или до этого мероприятия, когда мы организовываем ярмарку в городе Симферополе и в других городах, мы собираем и получаем телефонные звонки, письма от граждан, проживающих на территории города Симферополя, с предложением, ребята, давайте там увеличим ассортимент продукции, или там, я вот, знаете, в субботу проводили ярмарку, я проснулся, пришел на ярмарку, а в 11 часов уже не было реализации мяса, мы закончили. Все разобрали уже просто? Разобрали. Увеличьте, пожалуйста, участников по реализации там такого-то ассортимента продукции. Да, вот мы стараемся удовлетворить все потребности жителей города. Как часто они проходят, эти ярмарки, и в каких-то городах? Вы знаете, вот у нас сейчас с начала года мы организовали, провели больше 13 тысяч ярмарочных мероприятий, а вот за последнюю неделю у нас было проведено около 300 сельскохозяйственных ярмарок на всей территории Республики Крым. Конечно, на данный момент времени, учитывая температурный режим у нас на полуострове, проведение сельскохозяйственных мероприятий по реализации определенных групп продукции, там рыбной продукции, мясной продукции, молочной продукции, требует определенных температурных режимов. К сожалению, это сделать сложно у нас здесь, на территории Крыма, поэтому мы стараемся в летний период, там с июля по август, не проводить крупные сельскохозяйственные ярмарки в городе Симферополе. Да, они у нас проходят маленькими мероприятиями в других городах и районах, дабы закрыть необходимый перечень продукции, да, реализацию этой продукции. Но в городе Симферополе мы стараемся пока в летний период не проводить, будем начинать проводить уже с сентября месяца. Как меняются ярмарки? Они же друг от друга чем-то отличаются, может быть появляются, ну, я понимаю, что есть сезонные продукты, но, а тем не менее, может быть, какие-то организационные моменты тоже меняются? У нас, как говорит Андрей Васильевич Рюмшин, министр сельского хозяйства, мы должны быть сегодня лучше, чем вчера. Соответственно, каждое мероприятие для нас – это минимум внедрения чего-то новенького. Обязательно, поскольку если мы не будем развиваться, да, и не будем предлагать к реализации новую продукцию, новые какие-то, принимать какие-то новые реалии, то и посетители, и жители города не будут просто приходить на ярмарки. Ну, а чего-то новенького чего? Это вы говорите сейчас о продуктах там и товарах? Мы на сегодняшний день планируем, допустим, дополнительно украсить ярмарочные мероприятия. Планируем на каждой из площадок установить музыкальное сопровождение какое-либо. Сейчас проговариваем с администрацией города Симферополя возможность размещения каких-либо предприятий общепита, чтобы люди могли приобрести продукцию, здесь сесть спокойно, сразу приобрести, поесть, сесть, посидеть, отдохнуть. Здесь какое-то музыкальное сопровождение. Это все должно быть как-то оформлено красиво. В первичном мы направляем свой взгляд на форму оформления мероприятия. Более того, у нас каждое мероприятие, которое у нас проходит, я и мои коллеги, мы находимся на площадке с 4 часов утра. И начиная с этого времени, мы на связи с министром сельского хозяйства, с замминистра сельского хозяйства. Мы фотографируем, отправляем, что у нас, вот смотрите, у нас там новенькое что-то появилось. То есть даже, наверное, Инстаграм у вас есть, да? Конечно, мы выкладываем информацию во все средства массовой информации, куда только можем. Главное, чтобы достигнуть определенного эффекта. Мы должны максимально показать, что ярмарка существует, она есть, и привлечь к ней покупателей. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в гости Apple для версии. Это Асланов, начальник управления имиджевой политики информационных систем Министерства сельского хозяйства Республики Крым.